Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хотел бы обсудить ситуацию, которая произошла в магазине Пали между нашей стороной, это я, Назар и Саша, и между неадекватной продавщицей, которая на нас бросалась. Все, кто видели видео Назара на канале, те уже понимают о чем речь, а кто не видел это видео, вы можете ознакомиться с ним, перейдя по ссылке в описании. Для начала я хотел бы рассказать, с чего все началось в первый раз, а дальше уже обсудить ситуацию, которая произошла, когда мы пришли в магазин во второй раз. Одним прекрасным днем, когда мы снимали видео на канал Назара, где Шапик покупал ему ремни Гуччи и все в этом духе, у нас был концепт зайти купить для Назара что-то в оригинальном магазине Гуччи и походить по бутикам с Палию и купить что-то паленое и сравнить это. Так вот, мы посетили оригинальный магазин, купили, нас там отлично обслужили, несмотря на то, как кто выглядел, что мы снимали или нет, и все было идеально. В поисках Пали мы направились в Метроград, где увидели два бутика с Палью, они стояли один напротив другого, первый был закрыт, мы пошли во второй, узнав, что там нету нам нужного размера, мы решили подождать, пока откроется первый. Но в общем, если вкратце, то нормально посидеть там продавщица нам так и не дала, она начала нас ругать, выгонять, оскорблять всячески, непрофессионально себя вести. Зашли в магазин, просто посмотрите, а нам сказали, покупайте, либо выходите. Здравствуйте. О, я просто представляю. Че, ты будешь отвечать? Почему не дам? Из магазина выйти, тебе помощь нужна? Охрану позовите, пожалуйста. Да, это знаете, что так называется? Ага. Нужно лечиться. У вас денег нет, молодой человек. Мы смогли там остаться только после того, как Саша купил паленые кроссовки за 5000 гривен и подарил ей. И, собственно говоря, теперь расскажу, почему мы решили зайти в этот магазин во второй раз и что же происходило там на самом деле. Мы сейчас идем в Сарафан. Зашли в Метроград и решили наведаться в гости в Сарафан. В этот раз нам не должны сказать, что мы сюда зашли, так как с нами есть девушка. Во второй раз мы решились туда пойти, потому что в первый раз нам не предоставили ни книгу жалоб и предложений, да, как бы вас это не бесило, ни сертификаты качества и соответствия продукции. И также нам продавщица высказывала, что вы не можете здесь находиться, потому что вы мужчины, а это магазин для девушек, хотя и это абсурд. Я не считаю нужным быть женщиной для того, чтобы посещать женские магазины. И вот, преследуя две цели, мы направились в этот магазин во второй раз. Первой нашей целью было наконец-то уже добиться эту жалобную книгу для того, чтобы оставить отзыв о поведении вот этого вот сотрудника, продавщицы, которая нас оскорбляла и била кроссовком Назара. А второе, это посмотреть на ее поведение уже после того, как мы сделали там впервые покупку в прошлый раз и посмотреть, что она будет нам говорить, когда с нами уже будет девушка. С первых минут, как только мы вошли в магазин, продавщица начала свою старую песню, начала требовать от нас что-то купить, спрашивать, есть ли у нас деньги и кричать свои высказывания о том, на что мы имеем право, а на что нет. Серьезно, в женском магазине что-то интересует? Ну, мне нравится смотреть женские вещи, я для своей девушки подбираю. Так вы покупаете, чего вы так долго подбираете? В смысле, мне нельзя выбрать, надо же для начала выбрать, а потом купить. Камеры наблюдения здесь есть. Раз хотите, можешь? Да нет, конечно, в прошлый раз заплатили же вам. А, вы говорили, что вам денег мало, надо еще, наверное, дать. Ну, это мы потом в суде разберемся. Да? А сколько денег еще надо? В прошлый раз просто, когда мы с Назаром заходили, девушка нам сказала, что готовьте побольше денег, встретимся в суде. Пять тысяч грин, которые Саша за кроссовки здесь заплатил, паленые, не хватило. У меня клиент, не мешаете работать? Так никто же не мешает, мы же тоже выбираем. Вы женские вещи себе выбираете? Да, я ношу женские вещи. У нас свободная страна, что тут плохого? Так, а вы книгу жалоб и предложения предоставите или нет? Снимайте. Предоставите или нет книгу жалоб и предложений? Предоставьте, пожалуйста, книгу жалоб и предложений. Вы должны мне обязаны по закону предоставить книгу жалобы и предложений. Предоставьте, пожалуйста, книгу. Я хочу оставить отзывы в вашем магазине. Вы пришли покупать вещи, правильно? Так, мы уже покупали, а теперь я хочу отзывы о качестве вашей продукции. У вас есть сертификаты качества и соответствия? Вы же же оригиналом здесь торгуете по 200 гривен? Ну, так предоставьте, я хочу посмотреть. Так, вот ребята ходят, непонятно зачем. Зачем? Я хочу посмотреть сертификаты, соответствие качества, и хочу... Кто нервничает? Кто нервничает? Вон, качество соответствий. Сможешь на книгу жалоб и предложения? Нам не предоставляют книгу жалобы и предложения, не предоставляют сертификаты качества соответствия. Я хочу оставить отзыв. Нет, смотри, ты девушка в шоке. Так там шторка есть, пускай примеряют, в чем проблема. Помешайте просто прослушивать клиентов. Предоставьте мне книгу жалобы и предложений, я оставлю отзывы, уйду и все Почему нельзя книгу жалобы и предложений, если это по закону, вы должны при первом По первому требованию Так в прошлый раз вы не предоставили, я второй раз пришел, жду А зачем она вам? Оставить отзывы, а в ужасном обслуживании Вы чем-то недоволен? Да, я недоволен, вы моего друга били кроссовком Какая разница, в каком я магазине, это запрещено в законах? Находиться мужчине в женском магазине Сидят, пишут заявление в милицию Ну вот видите, я миллион раз попросил и безрезультатно просто Охрана пришла, два человека стоит, не собирается мне помогать и отстаивать мои права Все молча стоят Прясите свою камеру Ничего вы его руками трогаете Я вообще ползаю Вы сейчас приедете, будете показывать Законно убери камеру Это честная собственность Думаю себе, имейте право Это честное место, а не честное собственность Это честная собственность Вы здесь что-то заплатили Да, я в прошлый раз здесь платил А платили вам кроссовки, которые вы себе забрали Вы забыли уже? Так, ребята, выйдите на улицу В смысле, я даже... Так, я даже, да, из полиции Вы не имеете права меня выгонять здесь Я покупатель А что вы выходите? А вы сидите А что вы выходите? Назар, не вы Ребята Да мало ли, может быть вы меня тоже бить сейчас начнете Так какая разница Если я мужчина, то мне увечья невозможно донести или что? Ну вы же как-то должны понимать А что вы дерзите? Вы нормально себя вести должны Я нормально себя веду Да это неадекватное поведение для продавца Вы работе в магазин Окей, хорошо В смысле, я потребитель Я в торговый комплекс зашел Вы палю по 200 гривен седьмого километра здесь торгуете А пафоса как будто бы, я не знаю, как будто бы бутик Гучи в Милане Но это не вам решать А кому решать? Это не ваше дело Поэтому не надо здесь дерзить Не ваше дело Вообще не ваше дело Говорят мне, что я здесь и на такую продукцию не заработал и надо выходить Вы себя непрофессионально ведете Когда вы себя ведете, на камеру снимаете Так я снимаю правонарушения, я все имею Я фиксирую Стыдота Прийти в неделю, в неделю, в неделю назад Стыдота приходить в магазин и требовать книгу жалобы и предложений Вы не покупатель В смысле, вы не покупатель? Я потенциальный потребитель Вы не имеете права мне отказать в этом Я хочу удостовериться, что мы в прошлый раз Вот мне положили обувь, которую мы купили у вас в прошлый раз По первому требованию вы должны мне предоставить эти документы Чтобы я убедился в подлинности продукции и мог ее купить А как я должен платить, не зная за что? Я просто знаю, в чем на самом деле проблема Почему мне не предоставляют ни книгу жалоб, ни сертификаты подлинности продукции Причина вся в том, что их просто нет Потому что продукции это паль, а вот этот вот магазин Скорее всего, не зарегистрированы даже и ЧП И такой вещи, как книга жалобы и предложений здесь нет Потребительского уголка я тоже здесь не наблюдаю Поэтому тут множество нарушений, за которые минимум штрафы, максимум уголовной ответственности грозит Уже множество раз и назаруют И мне угрожали физической расправой И деньги требовали, говорили, что давайте готовьте побольше денег Вам это все просто так с рук не сойдет Посмотрим Что меня больше всего расстраивает? Ладно, женщины, у них логики нет Но два взрослых мужчины пришло, и когда вы их поддерживаете И на ее стороне вы остаетесь, то это вот меня расстраивает Потому что она наш работник Так вот именно, а почему поддерживать вашего работника, если он априори не прав? Надо отстаивать свои права, всегда и во всем Как тебе живет? Богдан меня зовут Ну вот скажи, ты бы стоял на наемном месте, пришли пять человек, начали снимать Так я работал в сфере обслуживания, зная, как надо себя вести в таких ситуациях Я бы никогда не допустил со своей стороны такого хамского поведения и отношения, как допустил этот продавец Никогда Потому что у меня коммерческое образование Я работал в сфере обслуживания, зная, как себя вести надо А человек не соответствует абсолютно своему статусу продавца магазина Вот и все А кто? Ну тем более, это еще хуже, это усугубляет ситуацию в тысячу раз Когда люди себя ведут некорректно на территории моего магазина Я имею право попросить этих людей выйти Так как я плачу аренду Я прошу прощения, а в чем некорректность моего поведения выражается? Вот как вы первый раз зашли сюда Так первый, все нормально, заплатили, купили Вы уже некорректно себя вели То есть, подождите, кроссовком били Назара вы, а некорректно вел себя я Получается так Так на камеру снято все, есть же зафиксированный видеоматериал вашего правонарушения В смысле? Это уже все видели давно У вас просто ее нет, или почему вы не предоставляете эту книгу жалобин предложений? Я вещи решил посмотреть для девушек А я для девушки решил Это все как будто голубой клуб Да Европа все же Вот это, а вот это уже было именно оскорбление Тут находится раз, два, три, четыре человека И нас обозвали голубым клубом Вот видите? Это в который раз подтверждает просто компетенцию продавца Насколько можно быть и воспитанным, и образованным, и компетентным продавцом Чтобы так оскорблять своих посетителей Это непозволимо Так как мы в какую-то Европу можем пойти, если мы ничего не делаем, мы не меняемся Надо начинать с себя Надо исправлять страну из себя Ну вот с такими продавцами и с таким обслуживанием в Европу, конечно, мы никогда не попадем Почему она вам не нравится? Я не знаю Так мы же не про внешность сейчас говорим Мы чисто о профессиональных каких-то качествах человека разговариваем Ну я знаю, сколько она уже работает, никто не жалуется о том Ну привыкли, видите, у нас в стране к плохому обслуживанию Я привык к хорошему Вы же понимаете, что проблема вся началась просто из-за вашего вот этого делового этикета Как мы вошли и захотели здесь посмотреть и посидеть, вы начали нас выгонять В нормальном брендовом магазине, там, в том же Гуч или Луи Витон Даже в Киеве, не говоря уже о Европе или заокеанских странах каких-то Никогда бы такого не произошло Какой бы человек не зашел Как бы он не выглядел, бомж даже вонючий, босый и грязный Обслужили бы, предложили бы воду, чай или кофе А вы сразу начали рассказывать У вас есть деньги, выходите Вы для девушки выбираете, девушки у вас тоже нет Вы начали свои какие-то домыслы сразу укоры и угрозы бросать Так, ну, в нормальных магазинах не должно происходить Вот и все А когда люди в нашей стране на это закрывают глаза и так происходит везде То это тянется плохая цепочка Поэтому мы так плохо живем, собственно говоря, до сих пор Все жалуются на жизнь, а что-то сделать ради того, чтобы жилось лучше Никто ничего не делает Всех все устраивает Давать взятки, там, плохо обслуживать Нарушать всякие законы, а потом откупаться, видите? Везде уже свет выключается, наверное, придется зайти как-то в другой раз Вы здесь останутся Вы пускать нас не будете или что? Мы уже закроем вопрос сегодня Вы сами пришли? Да мы сами пришли, сами уйдем Просто торговый центр уже закрывается Тут нет смысла оставаться Полиция не приезжает Поэтому всего вам доброго и до новых встреч В смысле? Вы не имеете права меня ограничивать Вот это уже уголовно наказуемо Я не трогаю Ну все, значит, отойдите, пожалуйста Все, спасибо Всего доброго вам, до свидания Некоторые люди, посмотрев видео Назара, начали писать, что мы неадекваты Что это мы быдло и мы неправы Честно говоря, меня расстраивают такие комментарии и мнения этих людей Потому что люди, ну камон Разве так должно быть, чтобы продавцы так относились к покупателю? Когда покупатель потенциально заходит в магазин И продавец ему кричит А у тебя денег нет А у тебя девушки нет Ты больной какой-то, тебе лечиться надо Да вы геи все Что вы делаете в женском магазине Разве это нормально? Скажите мне То есть давайте подойдем к этой ситуации с аналитической стороны Я не люблю пустословить Я люблю конструктивную критику Если вы собираетесь писать какие-то доводы о том, что я не прав Пожалуйста, делайте это конструктивно И вот давайте разбирать Есть одна сторона мы Есть вторая сторона это продавец Что делали мы? Что делал продавец? Я вел видеосъемку Согласно закону Украины про информацию Каждый гражданин Украины имеет право собирать, распространять и сохранять информацию То есть я имею на это законные основания Дальше, что я требовал? Я требовал сертификаты качества соответствия продукции Согласно закону Украины о потребительских правах Я тоже имею на это полное право И третий момент Я требовал книгу жалобы предложений Которую мне должны предоставить по первому же требованию Мало того, что нет там никакого потребительского уголка Который должен быть на видном месте И на котором должна быть прикреплена эта жалобная книга Ее там не было А второй момент Это действия продавца в данной ситуации Продавец нахамил Отказался предоставлять сопроводительные документы, которые подтверждают качество соответствия продукции И отказался предоставлять жалобную книгу Отказывался нам продавать товар В первом видео Назара есть момент, где Саша просит Вот продайте нам вот эти вот кроссовки А продавец отказывается Это тоже нарушение наших прав Так и кто же из нас двоих тогда получается прав? Если все, что делали мы, это соответствует закону А все, что делал продавец, это нарушение закона И глупо говорить о том, что мы пошли в этот магазин Только ради того, чтобы побесить эту продавщицу Или чтобы набрать просмотры там и так дальше Мы бы и камеры эти не доставали Если бы продавщица так откровенно Противно и неприемлемо себя не вела Мы же после этого магазина Заходили еще в два бутика палей Где абсолютно нормально отнеслись И к тому, как мы выглядим Никто не спрашивал, сколько у нас денег Где абсолютно спокойно отнеслись к видеосъемке Где никто нам не запрещал ничего Не сидеть, не находиться в магазине Не выбирать что-то, не покупать Мы этого не снимали Потому что продавцы там вели себя нормально А этим видео мы всего лишь хотели высветить проблему И показать, как делать не нужно И такое у нас в стране есть на каждом шагу Действительно, только мало у кого хватает смелости об этом говорить И тем более, еще у меньшего количества людей Хватает смелости что-то делать с этим Каждый день, я уверен, у каждого из вас случаются ситуации И на кассах супермаркетов, в каких-то аптеках, я не знаю В других коммунальных учреждениях, либо предприятиях Где нарушают ваши права Где недобросовестно предоставляют вам услуги Так, блин, нечего молчать И нельзя допускать вот такого вот хамского поведения В отношении себя Ну и в конце концов хочу сказать Что вот ровно сколько мы еще будем закрывать глаза На вот такие вот проблемы И жить по принципу «моя хата с краю» И ничего не делать И никак не пытаться поменять окружающий мир В лучшую сторону Ровно до тех пор мы и будем жить в плохой стране Как мы сами ее и называем Мы вечно кричим о том, что мы родились в плохих условиях У нас плохое правительство У нас все вокруг плохо Вот бы уехать куда-то за границу А что вы сделали для того, чтобы в вашей стране было жить лучше? Спасибо всем за просмотр Можете не лайкать, не комментировать и не подписываться Главное помните Никогда не поздно начать менять себя и что-то вокруг